Я являюсь замдиректора по хозяйственной части. Зовут меня Василий Адамович. Все, что сделано здесь в лагере, сделано мною и с теми инструкторами, с которыми я работаю. Первой возникла баня. Была необходимость мыть детей. Это одно из лучших заведений в этом лагере, от которого получают не только дети удовольствие, но и все инструкторы этого лагеря и сотрудники лагеря. Потом решили поставить еще три домика, так как появились зимние группы участников. Да, эти домики отапливаются, есть хорошее отопление. Довольно тепло зимой. Дети получают от этих домов комфорт и уют. Жить у такого озера, не словить большую рыбу или маленькую, я считаю, это только лентяй может не словить. Поэтому в свободное время уезжаем на рыбалку. Ну, первый год, я помню, я поймал 16 щек за два часа. Весом каждое, ну, будем от полутора до пяти, шести килограммов. Вот, когда прибыли в лагерь, и никто не захотел чистить, а это было. Вот. Нам пришлось потом ловить только энное количество. Одно, две щеки только, чтобы сварить. Либо уху, либо пожарить. Да, дети ловят. В принципе, у меня в этом году, я вот с собой блесну провозил, я где-то за лето раздал 35-40 блесен. Вот, обращаются инструктора, дети обращаются. Ну, помогаю всем, чем могу. Кому-то удочку сделать, кому-то спиннинг настроить, кому-то блесну дам. Вот так все и проходит у нас. Сначала у нас червя, достаточно одной-двух червей, а потом можно ловить на пойманную рыбу, на мясо. Режешь сочками мясо и ловишь все так же. Пользуюсь, пользуюсь ягодами. Марушкой, малина, черника, ну и, соответственно, грибами. Вот. Я думаю, что вы наслышаны насчет грибов, как я их собираю. Или нет. Я почему-то грибы каким-то образом, когда передвигаюсь на транспорте по лесу, я их вижу сдалека. Вот. То, что не нано узору другим, я каким-то образом это уже вижу сдалека. То есть я уже вижу, где он сидит, я тут же останавливаюсь, подхожу, срезаю. Вот. Пока доезжаю от дороги центральной до лагеря, бывают такие моменты, что я набирал по полтора-два ведра белых грибов. Что дает, приспосабливает детей к самостоятельной жизни. То есть здесь те условия, в которых нет, например, в крупных, больших городах, где дети, как говорится, живут на всем готовом. А здесь они сталкиваются с теми проблемами, которые их ждут в дальнейшей жизни. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!